Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, вот, и, собственно, постараюсь на него ответить. Значит, вы пишете, экзистенциальный кризис и потнеризовая депрессия привели меня окончательно. Так, ну, во-первых, экзистенциальный кризис – это кризис смысла жизни, то есть вы не понимаете, зачем вам жить, вы потеряли свой смысл, смысл жизни, личный смысл жизни, скажем так. И, соответственно, экзистенциальный кризис, он, вот, расшифровывается и понимается именно так, что человек, как бы, теряет то, ради чего ему жить. И, как правило, потеря личностного смысла связывается с тем, что жизнь человека, ее обстоятельства, скажем так, очень резко меняется, или сильно меняется, меняется, и из-за этого человек, вот, то, чем он жив раньше, то, что было актуально для него раньше, после перестает быть таковым. И человек расшифровывается. Это, чтобы вы понимали, кто, как вообще происходит экзистенциальный кризис. «Для чего я вам это говорю? Зачем я вам это говорю? Да, вот, для чего?» Дело в том, что у вас есть ребенок, и, как я понял, не один ребенок, вот, и хотя бы ради детей стоит жить, и стоит, в общем-то, наладить, наладить, наладить хорошее, хорошее существование, наладить какую-то деятельность и так далее. То есть, вот здесь, на самом деле, не совсем понятно, почему вас не стимулируют дети. Почему вас не стимулируют дети на какую-то деятельность, на какие-то действия, на свершение, на достижение и, собственно говоря, преодоление конфликтов. То есть, получается, что либо вы к своим детям относитесь недостаточно хорошо, но я почитал ваше сообщение, и вы мне показались довольно душевным человеком, поэтому говорить о том, что вы плохо относитесь к детям, или недостаточно их как-то вот там любите и прочее-прочее, наверное, так говорить, ну, нельзя. Наверное, так говорить нельзя. Здесь что-то другое, другое, вот. Либо у вас изначально самооценка была под вопрос, да, то есть, вот. Изначально вы сомневались в себе, изначально был неразрешенный конфликт, вот, который вы не смогли с нами. Преодолеть, вот, наши, ну, либо, либо вы всегда были в себе неуверенны, просто до поры, до времени это, это не давало вас обезнать, не давало вас обезнать никак. То есть, не может быть такого, чтобы ваш, вот, кризис, да, чтобы ваш экзистенциальный кризис появился вот только сейчас. Да, такого не может быть. Если он появился только сейчас, значит, он был всегда. Просто вы его как-то вот, ну, управляли, купировали, не замечали его и так далее. И, конечно, очень важный вопрос в этом контексте, конечно, очень важный вопрос, а вот, значит, наши дети. Вот, видите, вот, как ваши дети вообще, значит, интегрируются в вашу картину мира? То есть, как вот они дополняют вашу картину мира? На мой взгляд, это важный вопрос. Потому что, если вы задаетесь вопросами смысла жизни, и, как бы, не говорите о детях, что либо дети для вас не важны, либо вам принципиально немножечко, ну, другое, скажем так, другое направление, направление реализации. Вот, это уже, ну, это уже совсем другой разговор тогда. Так, ну, про подтверждение родовую депрессию, в принципе, вам уже сказали мои коллеги, не думайте, нужно повторять. То есть, здесь диагноз, необходимые врача, соответствующие лечения и так далее. Вот, вы сказали о том, что начали принимать препараты какие-то, да, то есть, то есть, вот, ну, вы сказали, что там транквилизаторы, значит, и так далее. Вот. И, естественно, возникает сразу вопрос, а вы это, как вот вы это, с чьей подачи начали принимать? С подачи врача, или вы сами как-то решились, то пора уже принимать это. Если решили сами, то это один момент, один вопрос. Если назначил врач, то, опять же, важно, чтобы вы постарались пояснить, в каком именно контексте он это вам назначил, да, то есть, такие назначения, они, как правило, не делаются вот просто так. Они обязательно предполагают какое-то лечение, они обязательно предполагают какое-то психотерапевтическое еще воздействие, а не так просто, что вы их вот начали, ну, принимать какие-то препараты, да, и все. То есть, так вот, в принципе, это очень опасно для вас, лично для вас, очень опасно. Надеюсь, что вот этот момент вы тоже обязательно учтете, так? Значит, дальше. Так, значит, была любимая работа, всегда пользовалась успехом у мужчин, за плечами два брака. Так, то есть, вы такой довольно успешный человек, да? Ну, ну, либо, либо вы были успешным человеком, либо вы сейчас успешный человек, это на самом деле не столь важно. Важно, что вы, ну, были. Вы были и знаете, что такое успешный человек, что такое успех, вы знаете. Соответственно, смотрите, какая получается ситуация. У вас есть, ну, была, была любимая работа. Значит, то есть, как бы, предмет реализации, да, предмет реализации у вас был. В принципе. Предмет реализации у вас был. То есть, как себя реализовать, вы знали. Ну, и, наверное, знаете до сих пор. При этом, при том, что вы знаете, как себя реализовать, у вас за плечами два брака. То есть, есть два союза, которые не смогли удержаться, не смогли сохраниться. Почему? В чем причина? У распада, у распада брака, браков, да, так, всегда есть причина. Эти причины разные, но они есть. Исходя из того, что вы написали, 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 это, конечно, еще нужно выяснять. Но, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод о том, что возможно, еще раз повторю, возможно, я не утверждаю на сто процентов, но возможно, что вы по той или иной причине подавляли мучки своих мучек. Вы их подавляли. То есть, что нас подавляли? Либо они чувствовали себя с вами менее мужчинами, чем было, например, когда вы не встречались. Либо вы с ними вступали в конкуренцию определенного рода, и это их, опять же, раздражало, это их напрягало, они не хотели. Они не хотели, чтобы вы конкурировали, им не хотелось с вами конкурировать. То есть, понимаете, в какой момент, что два брака, два брака, два, у вас, ну, в ответ, не получили. Это серьезно. И с этим, конечно же, нужно разбираться. То есть, нельзя так просто брать и, вот, вступать в следующее отношение. А вы вступили. И я полагаю, что именно это и была та ошибка, которая вы сделали, и которая привела к тому, что вот у вас теперь получил. Почему? И я поясню. Значит, так. А первый брак у вас взрослая дочь. Какие у вас с ней отношения? Помогает ли она? Общаетесь ли вы с ней? Вот. Значит, сейчас родила мальчика от мужчины 44-х лет с очень непростым характером. И, говоря непростой характер, вы, наверное, имеете в виду то, что между вами нет как такового взаимопонимания. Ну, вот, скорее всего, скорее всего, именно это вы имеете в виду. Обычно, когда говорят, что непростой характер у мужчин, ну, как правило, говорят именно это, имеют в виду именно это. И тут, конечно, вопрос к вам будет, Богдан. Если у мужчины непростой характер, то зачем вы разговаривали от него ребенка? Чего вы ожидали, например, от него? На что вы рассчитывали, например, например, понимаете? То есть это вот вопрос ваших ожиданий. И если вопрос ваших ожиданий не просмотреть, не разобрать, то вы всегда, всегда будете, по сути-то дела, пребывать в фрустрации. То есть вы будете ожидать чего-то от мужчины. Они вам этого давать не будут. Так же, как, видимо, ну, может быть, и не так же, как. Но, думается мне, что общим в любом случае что-то есть между тем, что вы разведены два раза, два раза, и тем, что вот сейчас ваши отношения тоже не складываются. Понимаете, да, о чем идти прежде? Дальше. Значит, так. Отношения начались более двух лет назад на почве общих интересов, когда мы оба ушли друг к другу от своих старых супругов. То есть, правильно ли я понимаю, что у мужчины, так же, как и у вас, второй брак? Ну, то есть, вот на момент, когда вы начали встречаться, да, на момент, когда вы познакомились, у мужчины, то же, как и у вас, был второй брак. То есть, первый брак у него, так же, как и у вас, не сложился, и второй брак, так же, как и у вас, не был удачным. Не был удачным второй брак. Ну, раз он к вам ушел, наверное, думаю, что, ну, скорее всего, не было до суда. Вот. Что получается? Получается, что вы оба ушли, ушли от отношений, от тех отношений, которые вас не устраивали. Ну, то есть, вашего мужчину не устраивало что-то свое, нас не устраивало что-то свое, вот. И получается так, что вы ожидали, оба, оба ожидали, скорее всего, вы оба ожидали, что именно вот именно вы, то есть, ну, для каждого из вас партнер, дадите друг другу то, чего не давала, ну, например, семья. вашей, вашей супруги. А этого не произошло. Этого не получилось. И я вам больше скажу, что это и не могло получиться. Потому что вы оба воспринимали друг друга как средство, ну, просто потому что вы не закончили отношения. То есть, правильно было бы, правильно было бы, как сделать? Правильно было бы вам обоим развестись, побыть на единице, ну, наедине с собой, побыть в одиночестве немножко с, ну, с собой, поприслушиваться к себе, размыслить, по, ну, пошить отдельно, ну, в одиночестве, да, поработать над своей, значит, независимостью, осознать какие-то ошибки, которые вы допустили при построении отношений с противоположным полом, ну, то есть, вы с мужем, он с женами, вы с мужями, он с женами, но вы этого не сделали, вы сразу ушли от своих супругов к друг другу, вот, и, как правило, такие, к сожалению, отношения ничем хорошим не заканчиваются, по причине того, что люди не успевают закончить одни отношения, не вступая в другие, и воспринимают партнеров не как самобытных, а как кого-то, кто лучше просто на фоне, то есть, вот, допустим, у женщины появляется любовник, и этот любовник, он может быть глупым, он может быть тупым, он может быть некрасивым, он может быть каким-то еще, но он лучше просто на фоне мужа, например, и пока есть муж, пока есть муж, ну, вот, пока есть муж, он хороший, этот любовник, например, а когда мужа нет, когда муж уходит, например, ну, там, разводятся, люди, что-то еще, да, вот, то смотрит на своего человека, понимает, что он один, что, как бы, больше никого нет, рядом с тобой, и уже меняется восприятие вообще человека, в принципе, понимаете, да, почему меняется, потому что, вот, принимать человека на фоне кого-то, это одно, воспринимать человека как индивидуальность, как личность, непосредственно, без сравнения, это совсем другое, и восприятие людей совершенно разное, ну, может быть, вы и не заканчивали отношения свои, может быть, вы ни одни отношения полностью не закончили, и так вот мужчина к мужчине, да, то есть, от первого своего мужа ко второму мужу, от второго мужа к этому мужчине, и естественно, что у вас не получается устраивать отношения гармоничные, на какой-то момент, на какой-то момент у вас, на какое-то время у вас получается, но многосрочной перспективы, видимо, нет, и сейчас я повторю, у этого есть причины, такие вот причины, отношения начались более двух лет назад, на почве общих интересов, когда мы оба учили друг от друга от своих супругов, значит, на почве общих интересов, ну, в принципе, в принципе, это хорошо, то есть, я одновременно могу сказать, что это здорово, что вы начали отношения на почве общих интересов, но нужно понимать, что общие интересы, это важно, это ценно, это нужно, но это не единственное что, это не единственное что определяет отношения, к сожалению или к счастью это не единственное и поэтому, поэтому общих интересов одних только мало, нужно еще некоторые условия, да, с учетом которых у вас возможно для построения отношений адекватно с мужчиной, общий интерес это хорошо, общий интерес это надо, что вы не будете друг другу надоедать, не будете друг другу мешать, вам не будет скучно друг другу, но этого мало, для построения отношений, он занял вопросами самореализации и говорит, что семья ему больше не нужна, одно и тоже неинтересно, вы пишите, он занят и говорил, то есть получается, что вопросами самореализации он занят сейчас, а говорил он вам это тогда, ну, когда, когда вы стали встречаться, наверное, да, он вам стал это говорить, давайте подумаем, если мужчина так говорит, то либо вы не воспринимаете его всерьез, то, что он говорит, ну, просто вот не воспринимаете всерьез, то есть надеетесь, поменяется, он поменяет свое решение, вот, либо то есть это момент ожиданий у вас, либо вы что, либо вы надеетесь его поменять, переделать мужчину, вот, то есть либо у вас ожидания завышены, ну, или даже не завышены, а просто искаженные, искаженные ожидания у вас, либо собственно просто напросто вы надеетесь его поменять, вот, ну, и в любом случае эта позиция, она деструктивная, потому что ни то, ни другое не приведет вас, ну, в принципе, ни то, ни другое не может привести вас к чему-то позитивному, потому что так отношения не выстраиваются, ни на ожиданиях они не выстраиваются, ни на расчете человека поменяться, вот, то есть это такие вот важные вещи, на мой взгляд, на которые необходимо вам обратить внимание, то есть как вы выстраиваете отношения, говорится, семья ему больше не нужна, одно и то же неинтересно, заметьте, это говорит 44-летний мужчина, то есть никто-то не молодой парень, да, который там обезчаровался, раздоровался, ну, раздоровался в семейных ценностях, там, и так далее, да, нет, это говорит именно уже состоявшийся по сути мужчина, у которого есть своя четкая система ценностей, и возникает как бы тогда вопрос, а на что вы рассчитывали? Вот дальнейшая проблема, дальнейшую проблему, которую вы описывали, на что вы рассчитывали? На любовь? На смену его ориентиров, на смену его взглядов? Или как? у него трое взрослых детей, сыновьями, сыновьями и первой женой не общаются. О, как! Смотрите, с детьми человек не общается, со своими детьми мужчина не общается. Вас это не насторожило, что он может подводит себе не общаться со своим ребенком. Вас это не насторожило, что человек либо очень гордый такой, да, очень гордый, либо он принципиальный, либо он очень самолюбивый, то есть его легко задеть, его легко доцепить, обидеть, там, и так далее. Но в любом случае, вы когда об этом узнали, вот, о том, как обстоят дела, да, о том, вот, что он вот такой, что он вот так относится к своим детям, например, ну, например, например, к детям, ну, вот, вас это не насторожило? и если насторожило, то как это проявлялось? То есть вы с ним поговорили, вы выяснили с ним все, или вы сделали что-то еще, чтобы как-то себя обезопасить? Где это может и на вас перенестись, вот. Когда это беременел, он сразу дал понять, что ему ничего не нужно. Ну, это честно, не честно, но это позиция в любом случае открытая. То есть мужчина сказал, что ему ничего не нужно. Отвал. Да, жестко, да, неприятно, но сказал. И, в общем-то, мог бы не говорить, но сказал. Я ушла, но он вернул меня на 4 месяца. Пообещал официально развестись. Вы знаете, вот что значит слово он меня вернул? ну, вот серьезно, вот что такое он меня вернул? Вы не хотели, а он вас насильно вернул? Или вы за себя не отвечаете никак, а он вот взял и вас вернул? Или может быть как-то еще? Что вы подразумеваете под этим словом он меня вернул? Ну, вы же понимаете, что не он вас возвращал, а вы сами к нему пришли, вы сами пришли, потому что хотели, но он вам только обещал развестись. Вопрос, почему вы ему поверили? После своего опыта брака, почему вы ему поверили? вот что важно, важно. И то, что вы успешная женщина, которая знает, ей нужно, то, что вы женщина, которая знает, чего хочет, то, что вы реализовавшаяся женщина, реализовывающаяся женщина, да? как бы, как-то вот не вяжется это с тем, что вы позволили мужчине себя вернуть только тем, что он пообещал вам развести. вот я понимаю, если бы он вам, например, сказал бы, знаешь, я уже развелся, вот все, вот я развелся, давай, будем вместе. это вот еще да, это еще понятно. А так он нас вернул, вот, и пообещал развести. просто он сказал вам, знаешь, я хочу с тобой побыть, я хочу с тобой провести еще время какое-то, вот, мне с тобой поздравилось, вот, поэтому давай еще вместе побудем. вот. Следующее, что непонятно, это на 4 месяца, как бы, как бы говорить. То есть, я, конечно, допускаю этот факт, что, может быть, вы так выразились, и, может быть, имелось в виду, что, ну, что 4 месяца вы побыли вместе. То есть, вот, после того, как он вас вернул, вы из 4 месяца были вместе. Я допускаю, что это может быть так, но все же я предпочитаю уточнить, что значит вернул на 4 месяца. Вот, это, понимаете, может очень много начать. В том числе, и далеко не самый лучший для нас расклад, что мужчина на определенный срок вас вернул. То есть, у него было четко выверенное время, в течение которого он хотел с вами быть. А после все уже не хотел. Конечно, я понимаю, что это может быть не так, но тем не менее. Так, я поверил, вернулся и дороги мы взяли вместе. А официально разъяснил, он когда вам обещал. Были сроки. в общем, почему вы поверили? Знаете, как я понимаю, основной момент именно в этом, переломный, переломный момент. То есть, вы ушли, вы были, в принципе, готовы жить отдельно, вы были, в принципе, готовы принять выбор человека, принять, что он не хочет с вами иметь ничего общего. И я полагаю, если бы вы не вернулись к нему, то у вас все было бы нормально. Лучше, чем есть сейчас. А так, вы к нему вернулись. Поверили ему. И вот ключевой вопрос, почему поверили? Ведь, скорее всего, вам неприятно именно это, что вот вы поверили, вы поверили ему, а он вот вас, например, обманул, обманул. Ну, допустим, допустим, обманул. Вот. Понимаете? Но ведь дело не в том, что он вас обманул. Он, может быть, и обманул, но дело же в этом. дело в том, что вы поверили. И поверить ему вас заставило именно ваши желания. То есть, ваши потребности заставили вас поверить ему. И момент заключается только в том, какие? Какие потребности заставили вас ему поверить? И если это было так, а это было так, скорее всего, то почему эти самые потребности вы свои как состоятельная, успешно реализовавшаяся женщина не могли удовлетворить саду. То вам нужен был мужчина, чтобы это сделать. Понимаете, да? Чем обыслованы то, что вы ему поверили. Во время родов он принял себя достойно, помогал, переживал, а за что переживал, за кого переживал. даже купил кроватку и коляску. Ну, я полагаю, что мужчина все-таки хочет детей, я полагаю, что мужчине все-таки нужны дети, вот, я полагаю, что мужчина все-таки нужна в детях, вот, он может быть, он может быть гордым, он может быть принципиальным и прочее, но детей все равно в его возрасте не хотеть нельзя. И то, что он не общается с детьми, ну, может быть, как раз-таки обусловило это его поведение, что он думал, вот, с дочерью, если у меня будет дочь, то вот, может быть, это пойдет мне на пользу, это будет лучше для меня. то есть дочери я смогу там выстроить адекватные отношения, да, вот. Хватило и хватило его на три недели ровно, потом придрался к моей дочери и перестал приезжать ааа, я ошибся, вы родили мальчика, извините, это вы, значит, с дочери, потом придрался к вашей дочери, а, ну, тогда, смотрите, как получается, ааа, тогда получается, что он, он, и ожидал ребенка, девочку, там, если дочери придрался, придрался, вот, возможно, и ожидал ребенка девочку, ааа, потому что с мальчиками у него не получается устраивать отношения, как вы могли заметить, да, вот, ааа, соответственно, девочку, он думал, сможет выстроить, ааа, ну, выстроить связь, а когда родился мальчик опять, он понял, что ситуация, скорее всего, повторится, ааа, и, соответственно, он этого не захотел, он не захотел, чтобы ситуация повторилась, и решил сам ее прервать, повод, то есть, действительно, нашел повод, действительно, нашел основание, и, ну, и ушел, оправь, ушел от, ээ, от вас, да, из-за, якобы, из-за дочери, но в действительности просто потому, что не хотел повторения своих ошибок, да, не хотел, эм, там, вот, повторения тех моментов, которые были у него, то есть, он, знаете, то, что у него не получилось с мальчиками построить отношения, это его личная неудача, вот, и, соответственно, как бы, ему это переживается очень тяжело, но просто он не захотел проходить это еще раз, ну, проходить снова через это, он не захотел, вот, и, соответственно, этим и обусловлена причина его ухода, то есть, да, да, действительно, он придрался к вашей дочери, да, действительно, он искал повод, чтобы уйти, уйти, вот, действительно на это делал, но причина не в вас, понимаете, причина не в том, что вы ему, там, не понравились, или не в том, что он имеет что-то против вас, и так далее, нет, причина исключительно только в нем, именно в этой ситуации, причина в нем, и вам необходимо это стараться учитывать, в дальнейшем, в дальнейшем, что мужчина многие вещи делает именно для себя. Так, перестал приезжать к нам с фильмом, но официально так и не развился. А зачем вам развод его теперь, если он перестал к вам приезжать? Вот, зачем вам теперь развод его? Ну, он разведется, допустим, ну, и все. Все равно он ведь как бы на вас он сейчас внимания не обращает. Или развод помог бы вам как-то вот чувствовать для себя лучше, может быть. Или развод помог бы вам как-то повысить свою самооценку. Возможно. Возможно. Но, понимаете, опять же, момент какой, что мужчина, он, как и любой другой человек, мужчина не должен этого делать. не мужчина вам самооценку повысить от доли, а вы сами. Это от вас зависит только ваша самооценка. Да, понятно, что в этой самооценке участвуют другие люди, это понятно. Но людей-то нужно дракционных подбирать себе. А вы как-то вот выбрали мужчину, который вами не бирожит как-то совсем, который вас обманул там хуже. Естественно, самоценка падать будет, потому что человек вам не подходит, человек ваши ожидания как бы не оправдывает. Вот. Ну и о чем здесь можно говорить тогда. Дальше. Значит так. Далее у него отговорки идут, что значит он не будет разводиться. Непонятно, непонятно, как на него давила ваша семья, если он от вас уехал. Я живу с мальцем у себя в городе, он у себя за городом. Раз ответственность не хочет, но если он отец, то вы имеете право с него высказ алименты в любом случае. То есть хочет, он не хочет, но алименты алименты вы имеете полное право. Другое дело, да, будете вы это делать или нет, это да, это другой вопрос, но вы имеете полное право. мужчина обязан вам выплачивать алименты по ребенку, если вы докажите, что он отец. ну а поскольку доказательства у вас есть, то непонятно с чего вы идете и непонятно почему вы не хотите искать с него помощь на воспитание ребенка для ребенка. А то так получается очень в кавычках знаете вес 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 в кавычках что муж он ребенка сделал с вами и теперь вообще ничего ничего не должно никому и ничего но так не бывает так же нельзя нельзя но вы позволяете этому происходить далее значит так в результате отношений с ним я потеряла веру в себя возможное счастье разочаровала в своем любимом деле он повторял так а почему вы потеряли веру в себя в результате отношений с ним почему вы потеряли веру в себя вы понимаете что мужчина он по сути дел просто на вас проектирует свои проблемы он по сути на вас сливает весь свой негатив на вас и на ваших детей на старшую дочь на младшего ребенка и так далее вот и почему причем здесь вы вообще да с вами поступили ну плохо плохо это понятно с вами поступили плохо нехорошо это безусловно тяжело я понимаю но вера в себя почему именно с этим мужчиной у вас пропало потому что вы стали много на себя принимать в этих отношениях вас нет вообще в этих отношениях есть только он его эго его амбиции и желания и все на самом деле больше в этих отношениях нет ничего больше в этих отношениях нет ничего что могло быть связано с вами и получается получается что вы в некоторой степени спали в зависимости от этого мужчины вы в некоторой степени позволили ему ну вот так управлять собой влиять на вашу жизнь и тогда я уже молчу про любимое дело в котором он вас разочаровал ну если вам дело нравится никто никто и никогда не может помочь вам разочароваться в нем это невозможно но если такое произошло значит дело то вам видимо было изначально не так важно не так нужно получается вполне возможно оно служило некой компенсации ваших желаний и потребностей может быть но нельзя нельзя разочароваться в любимом деле если она нравится с помощью другого человека нельзя поэтому здесь причина вашего состояния в том как вы сами к себе относились как вы сами воспринимали то что с вами происходит и как вы сами относитесь к тому что делаете вот далее вы взрывались в возможном счастье почему потому что чрезмерно возложили его на мужчину потому и потеряли веру в счастье счастье это то что полностью зависит от вас и никто другой не может вам дать счастье в том числе и ваши дети если вы сами несчастливы и кстати будучи несчастны сейчас вы вредите своим детям потому что дети точнее как не детям а мальчику маленькому ребенку вы вредите ему потому что он чувствует состояние своей мамы и ему естественно неприятно это потом может породить проблему так значит точно упала самооценка почему и все вот конкретно что значит самооценка у кого знаете самооценка значит я сам себя оцениваю если я сам себя оцениваю значит я оцениваю независимо от других так получилось что у вас при вашем отношении к жизни при состоянии положении самооценка превратилась в оценку других то есть как меня видит другие так и я вижу себя как так получилось ну и конкретно в чем упала самооценка и почему это основное потому что ну это очень общее слово самооценка упала вся беременность оброшла в жуткой депрессии ага откуда вот эта вот депрессия это диагноз или что сейчас три месяца малышу я не понимаю как выкарабкаться откуда столько неприятного плохого с вами происходит материально он не помогает его можно принудить малыша видеть хочет иногда но у меня после таких визитов полное расстройство из-за чего почему думала зацепь послать его многие говорят что ребенку не на отец а нет ребенку не на отец но на постоянной основе тот кто встречается с ним изредка это не отец это так вот приехал побываю уехал а ребенок потом будет еще больше переживать что у всех отец постоянно а у него так знаете иногда вот и поэтому нет ребенку только вредит а вот почему вы прислушиваетесь к мнению других а не к себе и получается жертвуетесь собой ради ребенка это вот дальше вопрос знаете может быть это и есть ваша победа жертвовать собой для других растворяться в других несмотря на свою самостоятельность и успешность и тем самым возлагать на детей больше ответственности за себя и ну ваших детей например за вашу дочь по отношению к первому мужу вот тем самым оттаскивая людей от себя потому что вот эта ваша позиция то что вы слушаете других то что вы ради ребенка жертвуете с собой это ваша позиция это ваша позиция не похожа на на то что первый раз себя проявляет ощущение что она не первый раз себя проявляет совсем теряя себя а что значит теряя себя теряя себя в плане того кто вы какие ваши ценности кто вы без мужчин ну так и не говорю вопрос а вы завершили отношения самые первые вторые эти знаете какие у вас ценности чем вы руководствуетесь какие у вас идеалы что вам важно какие у вас принципы об этом нужно вспомнить далее вот алкоголь на тропы на тропики китоктингвилизатор зачем назначали вам их назначали сами назили пить вы понимаете что это вред вам ребенку и алкоголь и этим препарат на меня самодельство брать признание меня как женщины и забота друг о друге это для вас брак признание как женщину а без брака как для без брака вы не женщина почему так вы были брак и вас признали женщиной признавали два раза женщиной почему то что эрк мужчина вас не признал женщиной Ну, говоря о вашем и слаганах, раз как все дело. Ну, не признал, а не признал. Это его проблема. Вот он не может признать никого сейчас, женщины, чтобы не стать опять зависимым от семьи своей. Вот он боится повторить. Почему вы на себя принимаете его не желание быть с вами? Это первое. Второе. После всего, что он сделал, вы еще хотите с ним? Вступить в брак. Зачем? Так. Значит. И для меня брак, признание медназначной и забота друг о друге самое главное в жизни. А, вы перечисляете. Брак, признание медназначной, забота друг о друге, самое главное в жизни. А почему для вас брак самое главное в жизни? И не потому ли он у вас распал в два раза, что вы эти чрезмерное значение ему придаёте У вас сверхмотивация быть в брак И как следствие вы совершаете неправильные действия Нехарактерные для достижения этой цели Вы вкладываете чрезмерно много желаний своих в брак А так быть не должно Если есть ваше желание, их нужно удовлетворять отдельно, не в брак Признание меня как женщины тоже для вас самое главное в жизни То есть признать То есть без признания вы не женщина Согласитесь, немного странная позиция Если вас признает кто-то, вы будете чувствовать себя ненечко Если нет, по каким-то причинам, то не будете Вы не считаете, что это чрезмерная зависимость от восприятия другого человека? Если считаете, то почему для вас это главное? Получается, у вас нет достаточных представлений о себе Как о женщине И не это ли стало причиной того, что у вас была успешность? Именно успешностью вы пытались компенсировать Своё недостаточное осознание себя женщин Этот мужчина меня обидит социальным партнёром Это его право Говорит, что в наше время общее дело фундамент Без уважения Без возможности слышать друг друга Без стремления делать что-то для человека Это просто брак По расчёту Кому-то они подходят, безусловно Кому-то нет Ну и секс, остальное чушь Издевается морально, потому что не позволяет Не заботится и только хочет только использовать А тоже заботится начинать Знаете, вы по-прежнему считаете, что он должен на вас заботиться Как бросить его навсегда, чтобы не навредить ребёнку Вы не навредите ребёнку сейчас Он его забудет Ребёнок не в том возрасте, чтобы помнить Он помнит тех, кто рядом Помнит вас Так же вы не навредите ребёнку И вытянуть его из своей жизни Просто проанализировать потребности Самаоценка, вот Преднание о себе Жизнь Преднание о вас, скорее женщины Брак Всё это вы пытаетесь реализовать с ним И всё это вы пытаетесь реализовать для себя А нужно-то в действительности для другого А то, что вам нужно, нужно будет плакать самостоятельно Иначе происходит смещение поведения и цель Цель одна, а поведение другое В итоге получается ошибка Почему для вас самая главная забота друг у друга о друге? Вам не хватает заботы? А значит ли это, что в вашей семье Вас недолюбливали И в таком случае успешность опять же Является своего рода компенсирующим механизмом Для того, чтобы доказать Доказать себе Доказать другим Что вы достойны Если так, то вам нужно прорабатывать детско-родительские отношения Далее Как вы считаете, можно ли подстроить отношения на общем деле в принципе? Без брака и ответственности Ну, понимаете Зависит от людей Какого-то одного ответа на этот вопрос не будет Потому что каждый ответит по-своему Вот для вашего мужчины, например Это более чем хороший вариант Это реальность Это то, чего он хочет Это то, что ему нужно И он может А вы нет А другая женщина смогла бы Поэтому я думаю, что Вот то, что вы Спрашиваете нас об этом Это тоже проявление Определенной неуверенности в себе Потому что вам Нужно ответить на этот вопрос Вам нужно для себя решить Какая у меня реальность Какое у меня видение ситуации Чтобы потом, исходя из этого, уже действовать А не говорить, как правильно Понимаете, можно Можно построить отношения Такие Ну так вы же еще больше себя потеряете Тогда Понимаете В чем момент И вопрос в том Хотите ли вы этого Я думаю, что нет Ни вы, ни ваш ребенок Этого не достоин На этом все Надеюсь, что помог вам Если у вас остались вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучше Желаю вам Всего самого доброго И удачи